МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Лучшие из лучших в драматическом театре наградили победителей конкурса талантливой молодежи. Незаконная вырубка. Кто и зачем уничтожает деревья в Саровском лесу? Блиц-турнир в вагоне Харитона в Музее ядерного оружия прошли шахматные соревнования, посвященные Дню российской науки. Далее расскажем обо всем подробно. Лучшие из лучших в науке, творчестве и спорте в Саровском драматическом театре наградили школьников за выдающиеся результаты, достигнутые в прошлом году. Ежегодно на главную городскую сцену поднимаются победители различных олимпиад, отличники дополнительного образования, призеры и лауреаты конкурсов фестивалей, юные чемпионы спорта. Накануне празднования Дня российской науки в Саровском драматическом театре честовали тех, кто стоит только в начале – научной, творческой или спортивной карьеры. Школьники, которые поднимались на сцену, не единожды попадали в объектив канала «16» и становились героями репортажей. Старания ребят на занятиях, словно кирпичики, выстраивали лестницу, но предостал почета различных конкурсов, фестивалей и олимпиад. Ребята, на этом не останавливайтесь. Для вас эта сцена как трамплин в жизни. Давайте, дерзайте, не бойтесь брать на себя ответственность, не бойтесь рисковать и обязательно удача будет вам сопутствовать. В стремлении реализовать свой потенциал они отлично отвечают на уроках и на 100% выкладываются на тренировках и репетициях. Даже на церемонии награждения некоторые из ребят успевали получить заслуженные награды и порадовать зрителей своим талантом. Поддержать лауреатов конкурса талантливой молодежи пришли их друзья, родные и наставники. Каждого, кто поднимался на сцену, зал встречал бурными аплодисментами. В приветственной речи глава города отметил, что все юные дарования приложили к своему успеху немало труда. Помимо таланта, который у них есть, нужны, конечно, условия для того, чтобы их реализовывать. А условия в нашем городе были и есть, и мы сделаем все возможное, чтобы они были для самореализации, для воспитания, не только по линии образования, но и по линии дополнительного образования, по линии развития гармоничной личности. Словно передавая победную эстафету всем талантливым детям, лауреаты конкурса вместе с воспитанниками детской школы искусств исполнили гимн российского движения школьников. В следующем году на сцену драм-театра поднимутся другие школьники, которые пока только на пути к признанию и успеху. Елена Грискова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей СОРОВ-24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. Более полувека на страже безопасности в этом году отдел ГО и ЧС ядерного центра отмечает 70-летний юбилей. О том, как появилась гражданская оборона на предприятии, о главных целях и задачах в нашем следующем репортаже. 4 января 1950 года в нашем городе было создано отделение противовоздушной обороны. Сегодня оно носит название «Гражданская оборона». Его главная цель – защитить жителей и сотрудников предприятия от всевозможных угроз природного и техногенного характера, терроризма, новых вирусных заболеваний. Чем занимается гражданская оборона? Это подготовка персонала к действию всевозможных чрезвычайных ситуаций. Готовится персонал на добровольной основе, и вовлекается в эту подготовку практически весь персонал предприятия. К нештатным ситуациям любого рода во ВНИЭФ и городе всегда готовы не только профессионалы. Если понадобится им, на помощь придут добровольные формирования, состоящие из работников ядерного центра. Пожарные расчеты, санитарные посты, посты радиационного и химического наблюдения. Сегодня внештатные формирования насчитывают более 1300 человек, и каждый из них ответственно подходит к своему делу. Все эти сотрудники, которые мы привлекаем для наших мероприятий, для участия в нештатном формировании, это сотрудники, которые не могут пройти спокойно около безобразия, около чужого несчастья, и все они готовы прийти на помощь. Безразличных людей в гражданской обороне не бывает. Вот уже 70 лет сотрудники гражданской обороны охраняют покои жителей города. В этом году все учения и соревнования пройдут под эгидой юбилея. Финальной точкой празднования станут показательные выступления, которые пройдут 19 июня на стадионе «Авангард». Приглашают всех желающих. Мария Ирунич, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. С 18 по 21 февраля на радиотелевизионной станции Саров будут проходить технические работы. В связи с этим возможны перебои в телевещании. Перерывы запланированы с 9 утра до 3 часов дня. Если после проведения работ сигнал не установится автоматически, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку и заново выполнить поиск цифровых каналов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В четверг, 27 февраля, в Нижегородской области пройдет прямая телефонная линия «Партнер». Специалисты центров занятости проконсультируют граждан о социальных гарантиях безработным, а также ответят на вопросы, касающиеся пособий по безработице. Прямая телефонная линия будет работать с 10 до 12 часов. В Сарове звонки будут принимать по номеру 7-92-20. В этот четверг на площади Ленина пройдет очередной сбор помощи для животных из городского приемника. Неравнодушные саровчане могут принести сухой корм педигрии и вискос, чистые полотенца или постельное белье, ветеринарные препараты, моющие средства. Все это можно будет передать волонтерам 13 февраля в 19 часов. Те, у кого нет возможности прийти на сбор, могут передать помощь в магазин «Лемур» в торговом центре Куба. Также все можно принести сразу в приемник по адресу улица Зернова, 24А. Телефон для справок 6-12-10. Художественная галерея приглашает саровчан на примеры документального фильма «Мунк-150». Эта лента познакомит зрителя с жизнетворчеством выдающегося норвежского живописца Эдварда Мунка. Именно его кисти принадлежит всемирно известная картина «Крик», которая наряду с Мадонной, Леонардо да Венчи и подсолнухами Ван Гога стала одним из самых узнаваемых символов изобразительного искусства. Показ очередного фильма из цикла «Арт-лектория в кино» состоится в четверг 13 февраля. Начало в 6 часов вечера. Билеты в кассе галереи. Для лиц старше 12 лет. Хулиганство или вандализм. Неизвестные вырубают молодые деревья в Саровском лесу. На протяжении почти двух месяцев лесники находят срубленные сосны, яблони, ели. Марварские уничтоженные деревья нарушители не забирают, а оставляют на месте преступления. Кто и зачем это делает, выясняла наша съемочная группа. Срубленные молодые сосны лесники стали находить еще в конце декабря прошлого года. Тогда работники лесопарка подумали, что кто-то из горожан хотел украсить дом к новогодним праздникам, но, испугавшись патрулей, не стал вывозить дерево. В январе лесникам стали все чаще попадаться срубленные деревья. Причем в основном в районе профилактория. К тому же Низина там вся изъезжена и покрыта сетью следов от автомобильных колес. Здесь что они преследуют? Я не знаю. Просто какой-то вандализм. Вот сами посмотрите. Если нужно было проехать, как вот мои сотрудники говорят, они здесь какие-то устраивают, ну, ралли, поездки какие-то, соревнования или что они тут устраивают, я не могу понять. Но вы видите сами, что сосна совершенно в стороне. И оставить пенек прямо на высоте пояса, для чего это нужно было делать? Варварское уничтожение деревьев не поддается никакому объяснению. Чем помешало дерево, если его оставили валяться рядом с местом, где оно росло? Сотрудники лесопарка напоминают, что вырубка деревьев запрещена. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность. Ну зачем это делать? Ну кому, если что-то нужно? Придите к нам, придите в администрацию, обратитесь, напишите свою задачу, цель, что вы хотите, что преследует этим. Но ведь решаются как-то вопросы. Любые вопросы у нас можно всегда решить. Мы найдем, может, какое-то другое место для таких мероприятий. Экосистема лесопарка еще не восстановилась после пожара в десятилетней давности. Каждую весну соровчане озеленяют город. Дети высаживают единицы сосен на месте выигравшего участка. Но для того, чтобы лес залечил свои раны, понадобится не одно десятилетие. Дорогие горожане, если кто-то видел, кто-то бывает здесь, гуляет, бывает на лыжах катается, просто спокойненько можно заснять этого человека, не показывая ему, что ты это делаешь, и обратиться или в лесхоз, или в полицию. Давайте как-то реагировать все вместе, чтобы лес-то общий. Нам его нужно сохранить. Для поиска нарушителей закона в лесопарке организовано дежурство. Каждые выходные будут выставляться дополнительные посты. Всю информацию по фактам нелегальной вырубки потом передадут в отдел полиции. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ-24. День Победы В нашей стране, наверное, нет такой семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Наши прадедушки, бабушки, кто-то был участником боевых действий, кто-то был тружеником тыла, и каждый из них внес свой вклад в победу. Принять участие в выставке могут все жители СОРОВ, фотолюбители и профессиональные фотографы, которые желают отдать дань подвигу ветеранов Великой Отечественной войны. Принимают фотографии, наградные документальные материалы тех времен. Всего на выставке будет четыре номинации. Первая номинация называется «Фронтовой портрет». Сюда можно присылать фотографии военных лет с 1941 года по 1945 год. Вторая номинация – это «День Победы». Сюда как раз можно присылать фотографии современные, также с праздников, посвященных Дню Победы с 9 мая, но главное, чтобы на них были изображены ветераны. Третья номинация – «Память поколений». Сюда можно присылать фотографии встреч ветеранов войны, узников, концлагерей с воспитанниками детских садов или школьниками. Главное – отразить в снимках связь поколений. Еще одна номинация – «Судьба человека, незабытый герой, незабытые войны». Это фото, сканы или оригиналы документов и наградных листов времен войны. Саму выставку оформят к 18 февраля. Подробности по телефону 9-9108. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ-24. Музей ядерного оружия прошел гроссмейстерский блиц-турнир по шахматам. Соревнования приурочили к празднованию Дня российской науки. За победу сражались 15 сильнейших шахматистов. Главной особенностью состязаний стало то, что финальные игры провели в персональном вагоне Юлия Борисовича Харитона. Подробности в следующем репортаже. Соревнования за звание сильнейшего шахматиста заняли 2,5 часа. Именно столько времени понадобилось 15 спортсменам, чтобы в молчаливых сражениях на черно-белых полях набралось наибольшее количество очков. На партию давалось всего 5 минут. По итогам 14 игр победителем стал Юрий Шевердин. По мнению шахматиста, подобные турниры не менее важны классических соревнований. В основном в шахматах это полтора часа, где определяется более качественная игра, когда дается возможность сделать качественный ход. По 5 минут это тоже достаточно важно, когда скорость воспитывается в подобных турнирах. В турнире приняли участие сильнейшие шахматисты, мастера спорта, чемпионы соревнований различного уровня. В честь Дня российской науки спортсмены, занявшие первое и второе место, провели показательный матч в вагоне Юлия Борисовича Харитона. Финальная партия Юрий Шевердин сыграл с Владимиром Рословым в зале заседаний. Приятно было побывать там, я ни разу не был, лично я не был. Так, посмотреть место, где работал наш великий академик, вот было приятно, ну интересно. А когда садишься за шахматы, забываешь обо всем. В принципе, так сказать, окружающее не существует. Если ты действительно погружаешься в игру, в соревнования, здесь только доска и все. Близ турнир показал, что в борьбу вступили сильнейшие соперники. По итогам двух партий – ничья. Мы запустили, как во многих сейчас турнирах, называется Армагеддон. Когда ставится черным 4 минуты, но в случае ничейного результата победа отдается черным цветом. В этот раз победителем стал Владимир Рослов. Подобные близ турниры проводятся в ядерном центре регулярно, но впервые его организовали в Музее ядерного оружия. И по мнению спортсменов, это лучшее место, чтобы отметить День российской науки. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СРУ-24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин